В минувшие выходные 27 и 28 ноября Пинск принимал участников республиканского турнира по шатакан-каратэ-до «Полецкая столица». В этом году соревнования были приурочены к 30-летию Белорусской Федерации шатакан-каратэ-до. Значение этого турнира очень высоко, особенно в нынешнее время, когда трудно найти семью, которая бы не пострадала от пандемии. И несмотря на это, постепенно наша жизнь налаживается, начинают проводиться соревнования республиканские, международные. Соревнования в Пинске занимают в календаре Белорусской Федерации шатакан-каратэ-до особого места. Это один из самых представительных турниров, которые мы проводим в течение года. Кроме этого, соревнования посвятили памяти основателя молодежно-спортивного клуба «Сайва» и организатора этого турнира Павла Бабича Островского, ушедшего из жизни в прошлом году. Это традиционные соревнования. 12 лет подряд Павел Михайлович выступал организатором. Он очень серьезно подходил к этому делу, и мы не могли поступить по-другому. Мы решили продолжать это дело и приурочили эти соревнования в памяти Павла Михайловича, основателя нашего клуба. Я не могу не вспомнить добрым словом Павла Михайловича Бабича Островского, который явился инициатором проведения этих соревнований. Сейчас вспомнился год после его кездевременной смерти, и все спортсмены, которые приехали на эти соревнования, как бы трудно ни было, они посчитали своим долгом и дать память еще к этому человеку. На 13-й турнир Полесской столицы приехали 15 команд со всей страны. Общее количество спортсменов составило около 200 человек в возрасте от 6-7 и до 17 лет. Ранее турнир не один раз получал статус международного, однако в связи с пандемией в этот раз были представлены только белорусские клубы. Из-за ситуации, конечно, хотелось бы, чтобы приезжих из других городов было больше. Наших спортсменов, конечно, большинство на этих соревнованиях. Но мы рады, что приехали, откликнулись и другие. Я думаю, когда все закончится, я думаю, представительства будет намного больше. Прошлые соревнования нас поддерживали из-за рубежа, приезжали команды. В этом году, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что в следующем году все будет по-другому. Как всегда, участников ждали два раздела программы – кумите и ката. Многие из спортсменов приехали на турнир за наградами, а для многих это просто возможность получить соревновательный опыт. К слову сказать, этот турнир – еще один из этапов отбора на международные соревнования. Не всех детей есть возможность вывести куда-то на республиканские соревнования. Прежде всего, соревнования проводятся для наших спортсменов, чтобы они получали опыт, приезжие – это уровень республиканский. Поэтому мы рады, что можем протестировать наших спортсменов на таком уровне. Вот большую часть наших спортсменов. В рамках турнира отдельно был разыгран и Кубок Полецкого государственного университета. Его завоевали воспитанники молодежно-спортивного клуба «Сайва» – Полецкого государственного университета. В личных разделах программы все призеры получили дипломы и медали. В общем командном зачете лучшие результаты показали сборные команды клубов – «Сайва» Полецкого государственного университета, «Айсберг» из Минска и «Восточный ветер» из Бобруйска.